Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу с вами поделиться своими покупками из разных магазинов Первое, что я хочу показать открылся у нас магазин такой, типа фикс прайса я бы больше сказала, на галамарт похожий, но только меньшего размера в общем, увидела вывеску была написана фиксированная цена там, типа 49 рублей ну и конечно же пошла, взяла корзинку думала, сейчас наберу там полную сверху, но особо так брать нечего было больше похож магазин был на галамарт посуды там много было, но все равно интересный ну в общем, увидела я там вот такую вот щетку велюровую вспомнила давным-давно у нас в детстве, помню, были такие щетки так как у меня кот очень волосатый белый и пушистый, поэтому шерсть везде, это у нас одежду чистить, но я думаю, пробую еще покрывала я ее еще не пробовала использовать, потому что ну, чтобы показать вам в нормальном виде не знаю, как она будет собирать и здесь вот такая вот кнопка которая ее поворачивает я только так и не поняла зачем это надо кто знает, напишите думала, может быть ее нужно нажимать в процессе чистки ну, не знаю, как-то не вижу в этом особой необходимости ну, за 49 рублей пойдет всегда нужная вещь так, дальше покажу вот такой вот бальзам для волос была я в магазине парфюм лидер у нас ну, сетевой такой косметический магазин и вспомнила, что у нас есть большой такой магазин XXL и решила туда съездить в общем, стало интересно потому что маленьких, как бы, магазинов много они на каждой остановке но там не очень широкий ассортимент вот решила туда сгонять в общем, была акция на Глискур шампуни и бальзамы все в больших объемах по 149 рублей очень выгодная цена я обожаю Глискур шампуни у меня есть но вот решила только бальзам взять для ослабленных и истонченных волос очень нравится вообще эта линейка действительно, волосы делает гладкими, послушными блестящими, красивыми поэтому ну, думаю, за 150 рублей 400 миллилитров это вообще супер сейчас использую маску тоже от Глискур скоро покажу, наверное, в пустых баночках я от нее просто в восторге осталась ну, и решила, конечно же, бальзам тоже приобрести так, потом появился у меня вот такой гель для душа мне подарили подарила коллега на работе на день рождения с ароматом инжира и цветка апельсинового дерева я дав гели сама никогда не покупаю я их не очень люблю из-за того, что мне кажется, что ну, какой-то вот паленым как будто пахнет какой-то вот привкус такой вот, как будто утюгом ткань какую-то подпалили не знаю вот, всякие разные пробовала раньше гели и больше как бы перестала брать ну, этот раз подарили конечно же, буду пользоваться 250 миллилитров и аромат у него, в принципе ну, вот из бутылочки мне понравился не знаю, конечно, инжир или не инжир но такой сладковатый аромат вроде не чувствую я здесь противные для меня ноты ну, буду пользоваться я очень была рада потому что эта коллега мне всегда дарит полотенца на все праздники и мне их уже, если честно некуда складывать и не успеваю их просто изнашивать не успевают они у меня и в этот раз она мне подарила все, что я люблю больше всего это гели для душа и шоколад ну, ладно не будем отвлекаться от темы так, дальше приобрела я опять краску опять думала-думала целый месяц ну, решила в общем опять думаю, ладно уж схожу опять в этот магазин свой ненавистный в котором она продается ну, если уж ничего не будет ну, тогда уже буду что-то другое искать но в принципе и из того ряда из 12 там было три оттенка ну, я в общем-то выбрала себе вот такой вот блондин пепельно-фиолетовый 12-16 очень нравится эта краска она у нас идет по-моему немецкая да и к ней мне дали два окислителя девятки я взяла ну, странно сейчас я заметила в общем девушка которая ну, продавец принесла на кассу я смотрю она две штуки держит я говорю мне не надо две мне один думаю что она мне два-то втюхивает специально чтобы побольше денег с меня содрать ну, и она на меня так посмотрела знаете типа как на дуру но я действительно не знала она говорит 12-й ряд типа один к двум разводится я говорю да, ну ладно тогда это тогда давайте то я не знала спасибо что подсказали и вот сейчас на краске я вижу что здесь написано микс один к одному не знаю кому верить наверное где-нибудь что-нибудь еще почитаю ну, вообще краска мне нравится честно вот боюсь менять переходить на какую-то другую потому что эта краска очень хорошо на мои волосы действует во-первых ну, цвет получается такой какой должен быть и не портит совершенно волосы поэтому ну, пока будет продаваться буду покупать так дальше заходила я в бутичок и фраше у меня была открытка ко дню рождения ну, я решила в общем не покупать опять гели для душа хотя много новинок вышло интересных я решила утолить свое любопытство лишь тем просто понюхав их потестировав и на этом успокоилась захотелось мне думаю лучше я куплю себе шампунь захотелось на лето именно вот такой вот шампунь I Love My Planet мне очень понравился он пахнет лимончиком такой растительный аромат легкий очень мягкий шампунь прекрасный и объем у него 300 мл тоже я люблю такие побольше объема потому что часто мою голову замечательный шампунь единственное конечно цена была не очень выгодная хотя вроде бы как по скидке он стоял 199 рублей и в открытке я как-то знаете сильно там не смотрю на вот эти там 30-40% все равно ничего такого дорогого не покупаю а шампуни и гели которые я обычно приобретаю всегда идут по акционной цене и поэтому не участвуют ни в каких предложениях там было два по цене одного тоже но я как-то не обратила внимания и мне продавец тоже сказала что ну типа шампунь не участвует я еще удивилась говорю в чем не участвует но она мне сказала два по цене одного я так вроде рукой махнула ну и ладно а потом то уже когда домой пришла думаю по идее два по цене одного можно было что-то и получше в себе выбрать может быть из уходовых средств ну ладно уже профукала в общем классный шампунь люблю его так ну и конечно же я ходила ради вот таких вот подарочков на день рождения давали миниатюрку натурель и блеск для губ понравился мне аромат я его ни разу до этого не пробовала не тестировала здесь семь с половиной миллилитров легкий такой летний не знаю мне кажется что он не стойкий я его наносила на себя но потом как-то больше не почувствовала вот но все равно очень хотелось попробовать также хотелось блеск мне этот получить но немножко я разочаровалась хотя здесь такой цвет яркий я думала что он и будет такой но нет он оказался вообще совершенно прозрачным просто даже розового никакого оттенка я у себя на губах не увидела но он не липкий очень приятно пахнет вообще просто обалденно какими-то конфетками что ли ну думаю что летом можно будет и попользоваться хотя я не люблю бесцветные такие ну может быть даже на помаду на какую-нибудь сверху нанесу все равно осталась довольна так дальше что показать а ну еще захотелось мне пройти тестирование в эфраше потому как я ни разу этого не делала спросила в общем-то у консультанта она сказала да пожалуйста в общем сделала мне тестирование все у меня там хорошо с кожей морщин нет все гладкое упругое чем я осталась конечно же очень довольна результатом и молчит дальше я говорю а разве никакие пробники там или подарки ну не предусмотрены за тестирование ну она мне сказала ну предусмотрены но только у нас ничего нет нам не прислали никаких ни пробников ни миниатюрок в общем нечего нам вам дать идите с богом как говорится ну я не обиделась так как результат меня тестирование устроил я наоборот как-то обрадовалась что никаких у меня проблем нет и думаю ладно уже нет так нет так ну и давайте дальше будем смотреть что я тут еще купила также в парфюм лидере я увидела вот такой вот скраб для тела так и стоил он еще скажу 60 рублей 59,87 это у нас фирма New Lacty Milk обновление сияния кожи на основе молочной сыворотки витамина С с биомаслом граната для всех типов кожи такая большая банка 300 мл и за такую цену ну это вообще просто сказка как вы все знаете я люблю скрабы для тела так такая вот у нее заглушка и смотрите такой вот скрабик так сейчас ну аромат я чувствую есть какая-то кислинка граната и наверное вот каких-то перемолотых косточек вот типа как абрикосовых горчинка такая есть ну все равно буду с удовольствием пользоваться за такую цену это вообще просто супер и еще один скраб купила вот такой вот увидела рождественский снег не в тему конечно но хотя у нас такое лето что может быть и снег выпадет не сегодня а завтра так что будет как раз ну просто я его взяла из-за того что ни разу еще не пробовала именно такой освежающий он тем более я думаю наоборот летом будет классно морская соль и свежая морозная мята зимой наоборот как-то морозную мяту мне кажется не очень и этот скраб стоил 75 рублей дороже чем тот объем до 100 миллилитров всего давайте откроем вместе я тут много чего еще не открывала в общем ждала пока буду снимать видео и не сломать бы мне ногти так ой какой он красивый пахнет очень очень вкусно знаете такой сладкой мятой как вот леденцы есть там карамельки какие-то вообще классный скраб буду пользоваться с удовольствием лучше бы летняя мята какая-нибудь написали было бы мне кажется больше в тему так дальше сейчас идет тоже в парфюмлиде реакция на пасты биомет по 80 рублей по-моему они стоят да и я взяла виноградную тоже искала все время ну чтобы по акции купить пасту я пока открывать не буду да вы ее уже все знаете наверное так только если тюбик показать с кокосом я брала пасту мне очень понравилось и в этот раз решила взять с винограда думаю тоже должна понравиться наконец-то дождалась акцию девчонки хвалят все как бы посмотрим так дальше еще из компании вот этой Нью Локти Милк я увидела вот такие вот маски были тоже недорогая сейчас скажу сколько стоит 49 50 рублей в общем это у нас антиэйдж маска для лица на основе оливкового молочка эластина и пептидов золота с биомаслом личи стопроцентное восстановление потенциала молодости еще так же была по моему увлажняющая с розой но с розой у меня есть маска от Эйвен я не стала брать потому что бы там ароматы не повторялись давайте откроем здесь по моему она идет зафольгирована скоро все пойдет в использовании поэтому я открываю без зазрения совести ух ты она гелевая и знаете с такими блестками очень красивая видно или нет блестит переливается золотом пахнет очень приятно я считаю тоже за 50 рублей почему бы и не взять очень даже неплохо классно так давайте посмотрим попробую приблизить кому интересно и 8-10 минут нужно держать здесь у нас 75 миллилитров хороший объем хорошая цена надеюсь маска мне тоже понравится ну конечно там какой-то там супер антиэйдж эффект я не рассчитываю но все равно для поддержания молодости кожи думаю лишним не будет так следующее средство для лица от кафе красоты вот кстати хорошо в этом магазине он как бы побольше чем все остальные я увидела много продукции компаний которые не представлены у нас в других магазинах вот такие как кафе красоты тюта органик потом мейкап революшн также там стенд стоял но выбор конечно не очень большой я бы даже сказала совсем небольшой но все-таки что-то есть если я например вообще ничего не пробовала так конечно же обрадовалась ну и решила хотя бы по одному средству там из некоторых фирм взять так как часто вижу в обзорах девчонки покупают но я вот действительно нигде не видела ни в каких магазинах где можно найти это на интернет сайтах я не заказываю ну в общем я решила взять скраб для лица глубокое очищение для жирной проблемной кожи также было для нормальной и сухой тоже хороший объем здесь 100 миллилитров написано нежный скраб сахарный скрабы я очень люблю давайте тоже посмотрим я еще не открывала тоже здесь все запечатано ну вот буду теперь наверное туда иногда наведываться в тот магазин что-нибудь интересненькое для себя какой-то как с маслом масло потекло какое-то или вода что это такое сейчас не знаю даже посмотрим так мелкие мелкие частички наверное как перемолотый может быть сахар он правда какой-то как масляный странно все-таки для жирной кожи пахнет он отвратительно я вам хочу сказать каким-то лекарством эвкалипт тут или камфора какая-то что-то типа этого в общем-то для лица наверное все-таки не очень такой приятный аромат я увидела в общем здесь с лавандой он есть какие-то экстракты лаванды я смотрю поэтому да лавандой он пахнет вот сахарная пудра как я и говорила экстракт лаванды масло виноградной косточки все-таки есть здесь масло экстракт может быть вот это тоже корень ветивера что-то дает тут какой-то не очень такой приятный аромат ну ладно в общем купила конечно буду использовать так стоил он 160 рублей ну тоже в общем-то для такого объема не очень-то и дорого дальше из линейки смузи фрукт я сейчас вижу тоже все активно скупают все что попадается из этой линейки ну я решила много не набирать для тела у меня полно всяких кремов так что решила вот все-таки для лица для лица уже средства подходят к концу запасы поэтому я взяла вот такой вот крем энергетик для лица смузи фрукт манго чай кокос думаю использовать его в качестве дневного крема 50 мл очень красивая упаковка а то у них часто бывает уста рецептов что коробочка красивая а баночка просто белая и поэтому я еще тоже не пробовала по-моему может быть и пробовала легкий такой крем думаю на лето как раз будет самое то очень вкусно пахнет вообще просто супер думаю это будет здорово летом таким попользоваться так и сейчас откроем посмотрим маску маска также видите запечатанная так стоили они по 102 рубля еще было молочко для снятия макияжа но там объем вообще какой-то дикий просто не знаю 200 что ли миллилитров я что-то не стала брать думаю вдруг не понравится плохо будет смывать макияж и что потом с ним делать с такой водей и это у нас ночная маска витаминка для лица смузи фрукт буду использовать в паре поэтому видите вот коробочка красивая а масочка так себе а ну еще была пенка для умывания тоже в этой же линейке но я ее тоже не стала брать так как умывалки у меня еще есть а так в принципе можно будет потом и взять так же все запечатано у нас как йогурт и маска такая же как йогурт я думаю что она будет такая же жидкая как я показывала в обзорах другие маски и будет стекать с лица жиденький такой кремушек пахнет точно так же очень вкусно обалдеть можно ну ладно в общем буду наверное опять плеваться намазаться ну что ж поделать руки-то тянутся сами хочется же чего-то повкуснее себе на лицо намазать так что будем пользоваться так дальше так же я увидела на полочке в магазине вот такие вот кремушки это у нас от Etude Organics ванильная груша крем-экстракт уход для рук и ногтей было их по-моему 5 что ли видов или 4 но это не особо там клубника со сливками ничего такого интересного все такое обычное но я имею ввиду вкусы вот эти ароматы вернее и я решила взять ванильную грушу так как девчонки тоже часто вижу в обзорах именно вот этот крем берут ну я решила не отставать от коллектива в общем ну конечно цена у этого крема это будет одноразовая покупка это 100% 170 рублей по-моему сейчас посмотрю ну да 168 рублей поэтому за такую малютку сколько здесь 30 а нет вообще-то 50 миллилитров ну ладно я думала вообще 30 ну за 50 еще куда не шло ну все равно это дорого можно найти и подешевле тем более как я понимаю этот крем особо так ничем от других не отличается поэтому не думаю что я буду повторять чисто так вот познакомиться ну и тюбочек конечно очень-очень красивый поэтому так легкий такой крем я как раз думаю на лето подойдет ну пахнет да грушей такой сладенькой но не ярко выраженный аромат ну в принципе нормально так что еще вам показать купила еще такую вот основу под тени арт визаж давно ее хотела кстати я ни разу вообще не пользовалась до этого основами именно под тени всегда как-то без них обходилась но тут купила новые тени которые вам покажу чуть позже и решила на всякий случай ну так как тени в общем из дешевых таких я решила на всякий случай взять базу и у меня еще одни есть тени тоже которые не очень долго держатся ну в общем в помощь некоторые тени я конечно буду и без базы использовать но вот это вот стоило 170 рублей арт визаж в принципе нормально я думаю тоже хорошая покупка 13 мл здесь и она идет такая беленькая жиденькая в принципе вчера использовала один раз всего лишь мне понравилось хорошо так впитывается все ровно ложится на нее такой плотный такой крем смотрите этот еще не впитался ладно я не буду ждать пока она впитается покажу сейчас вам остальное и в конце уже тенюшки так в парфюм лидере первый раз в жизни мне дали пробники не знаю сроду никогда не давали это у нас гель для душа от камэ черной орхидеи я его вообще не люблю и не перевариваю этот аромат черной орхидеи он меня душит поэтому не знаю кому-нибудь подарю может быть заткну нос и сама использую и вот такой вот шампунь от клер против перхоти питающий попробую интересно я такие шампуни не покупаю дороговаты так следующее я взяла также в этом магазине типа фикс прайса попробовать вот такое вот как оно называется приспособление для нанесения и растушевки биби крема 4 цвета имеется ввиду там губы были разных цветов в общем там не без разницы я взяла вот такие вот так как же я ее тут открывала на замочке это у нас новое веяние в макияже да силиконовый спонж хотела где-то видела в Арифлейме по-моему или в Аберлик не помню хотела заказать но как-то 300 рублей мне в общем-то жалко было а тут 59 рублей ну скорее всего я думаю что мне это дело не понравится я его просто выброшу но очень было интересно попробовать так я так понимаю это пленочка что ли тут сверху нужно ее снимать или нет сейчас посмотрю не знаю что-то я так и не поняла она так плотно к ней приделано что может быть ее не нужно убирать не знаю в общем ладно попробую интересная штучка кто знает напишите так также я взяла там резиночки вот такие вот одну взяла с жемчугом я очень люблю имитацию там под жемчуг ну и сам жемчуг тоже вот такая вот резиночка красивая я думала она ну как бы будет растягиваться что у меня волосы тонкие поэтому я думаю ну если только резинку простую потуже так побольше намотать и сверху вот эту так в общем-то красиво очень смотрится и взяла еще вот такие вот простые тоже понравились рисуночки они тут по две штуки идут такое вот дерево тоже ну летние такие так резинки стоили вот это 89 рублей а это 49 по-моему так ну и все остались у нас тут только тени сейчас вымою руки тут все кремы себя смою и уже покажу вам свочи теней купила в общем две палетки вот такие от фарест и давайте наверное кому интересно я свочи покажу во второй части потому что у меня сейчас уже камера отключится смотрю по времени и чтобы мне это не монтировать в общем опять полдня уже кому интересно тот посмотрит уже более подробно все покажу ну а всем кому не интересно до новых встреч пока-пока ну а остальных милости просим во вторую часть встречу до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...